Давайте поговорим, почему пробка вообще-то плохо. Во время пробки у нас очень большое количество холостого хода. Мало того, что мы впустую тратим наши деньги на топливо, которое не идет на движение нашего автомобиля. Да, у нас идет износ двигателя, потому что холостой ход это не оптимальный режим работы для него. У нас есть такое понятие как всплытие коленвала. То есть, когда диапазон оборотов оптимальный для работы двигателя, у нас нет трения на сухую. У нас подшипник скольжения, то бишь вкладыш, не соприкасается с коленвалом. Когда у нас обороты неоптимальные, то есть достаточно низкие, у нас маленько они друг друга задевают. Это приводит к увеличенному износу. Юлия Грина, вам все понятно? Я сейчас просто понимаю, что это на французском, но я внимательно слушаю. Второй момент, это термический режим работы двигателя, температурный. Сейчас это не так, актуально, но в скором времени немного потеплеет. А если мы говорим про любой современный двигатель, вообще перегрев для любого двигателя это страшно, но современные двигатели всегда работают на грани, в температурном плане и не только в этом. То есть, при работе в пробке у вас нету набегающего потока воздуха и чтобы не отвлекать пользователя, водителя от ситуации на дороге, не тревожить его лишний раз, ему автомобиль всегда показывает, что у него 90 градусов. У кого автомобили, обращали внимание, что у старого автомобиля стрелка туда-сюда ходит, ему то теплее, то холоднее. А современный автомобиль, у него стрелка или какие-то деления показали 90 градусов и все. И водителя ничего не беспокоит. На самом деле, это не так. Зачастую температура 100-105 градусов, иногда даже 110. Вот так. Да, причем температура головки и блока маленько разная, но это уже нюансы. И когда... А если все это прикрыто еще одеялком? Да, одеялка или просто уже потеплело на улице, это мы говорим про более теплый период года. И вот, представляете, вы стояли, допустим, к площади труда несчастной ехали, ехали полчаса, 40 минут в таком режиме, доехали. И вот он, Димитровский мост, все хорошо, свободно, вы нажимаете педаль газа и поехали. А двигатель такой... А двигатель уже был на грани нагрева. Набегающий поток воздуха ему нужно некоторое время, чтобы мотор охладить, чтобы прошел антифриз по большому кругу охлаждающей жидкости, чтобы температура двигателя упала. И желательно, чтобы это произошло плавно, а не с качками. Но бензин это вы уже хорошо дали и воздуха в цилиндры. Тепла выделяется много и начинаются небольшие локальные перегревы. И таких перегревов каждый день обычно много. Поэтому самый главный совет, это если вы ездите в пробке, не надо, вот только появилось свободное место, не надо жать на педаль газа резко. Ну, как делают подавляющее большинство? Калп, кармашек, сейчас заскочу. Да, плавно, это будет и безопасней, это будет с точки зрения топливной эффективности, то есть для вашего кошелька лучше. И для ресурса мотора это тоже лучше. Водите автомобиль плавно. Это даст вам ресурс. Что касается нашей продукции, со своей стороны мы можем частично этот момент снивелировать именно за счет более плотной масляной пленки, которая, масляного клина, еще это называется, которая будет защищать ваши детали от износа в режиме холостых оборотов. Это то, что мы вам можем дать. Также у нас есть препараты для топливной системы, которые будут поддерживать оптимальную топливную смесь. Сглаживать ваши вот эти рывки. Да, потому что, опять-таки, в таких режимах работы любая неисправность, например, не совсем корректная топливная смесь, она также может привести к излишнему нагреву двигателя. У нас есть офис настанционный. К сожалению, близко к площади труда. Да, да, да. Ну, туда можно и пешком добраться, между прочим. Мы ей сегодня много внимания уделяем. Можно приехать. Мы именно ваш конкретный случай рассмотрим, подскажем, как правильно эксплуатировать вашу технику. Кстати, вот буквально недавно приходили люди от вас, вот какой-то прям поток, вот сколько я выступал, вот только недавно начали приходить. Пришли в себя после праздников. Говорят, вот мы вас слушали, 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 и решили прийти. И мы садимся с каждым минут 20-30, с кем-то даже 40. Я могу долго по этому поводу разговаривать. Люди тоже бывают разговорчивые. И мы начинаем определять. Выясняется, что у человека, допустим, очень маленький поддон двигателя, маленький объем масла, и ему желательный интервал, мы выяснили, какое масло он заливает. Решили, что интервал ему нужно сократить на 2000 километров, например. Так. Да, какую-то нашу продукцию подсказали для этих целей, какие-то общие советы дали. То есть к нам можно прийти и получить решение ваших проблем. Кстати, в прошлом году вошли в топ-100 товаров лучших в России. Ух ты, поздравляем! Это действительно достижение. Неудивительно почему. Кстати, вот вам вообще... Да, и вот на это все ссылаемся, а вот у него там Вася, он там что-то себе залил, и у него все плохо. И надо лить нормальное масло, и больше ничего не делать. Вот вопрос пришел на эфирного отца, Роман. Можно в пробке на нейтралку ставить автоматы? Как быстро можно трогаться после завода авто, после прогрева небольшого? Я слышал, что нужно секунд 30 хотя бы подержать на включенной передаче, чтобы прогреть масло в коробке. Чем более современный у вас автомобиль, тем меньше времени нужно на прогрев. Но, обращаю внимание, если у вас условия позволяют выехать с парковки и ехать плавно, то можете одну-две минуты. Ну, там я не беру экстремальную температуру 30-40 градусов, когда на улице. Минуты-две прогрелись и плавно едете. Если возможности нет, то есть вы сразу выезжаете на оживленную дорогу, и если вы будете ехать медленно, вам начнут себя сигналить, прогрейтесь подольше. Потому что мотор, когда еще не набрал свой рабочий режим температурный, он не готов воспринимать большие нагрузки.